Значит, сегодня мы рассматриваем статью Дэниела Гибермана против нульмерных материальных объектов и других чистых партикулярей. В этой статье Гиберман предлагает аргументацию, несколько аргументов в поддержку позиции, что нульмерных материальных объектов не существует. Ну, в общем, приступим, собственно, к содержанию самой статьи. Значит, материальные объекты — это конкретные предметы, которые могут иметь различные внутренние, то есть нерелационные свойства, например, заряд, массу и тому подобные свойства. Конкретные предметы означают, что они могут находиться в пространстве временных отношениях с другими конкретными предметами. Конкретные точки пространства времени, если таковые существуют, должны быть нульмерными, то есть иметь нулевую протяженность во всех измерениях. И, в общем, автор задается вопросом, могут ли материальные объекты, такие как точки, быть нульмерными, то есть не иметь протяженности ни в одном из измерений. Многие философы считают, что материальные объекты могут быть нульмерными. Например, Льюис считает, что натуральные свойства, то, что он называет sparse properties, могут проявляться на уровне точечных объектов, то есть точек пространства-времени. Армстронг допускает, что атомарные положения дел могут конституироваться точечными индивидами и точечными интенсациями универсалей. Сайдер утверждает, что точки либо сами являются фундаментальными носителями фундаментальных свойств, либо содержат в себе такие носители. Ну и так далее. Сам автор отстаивает позицию, что материальные объекты не могут быть нульмерными. И вот его основной аргумент в пользу этой позиции. Первая посылка аргумента. Необходимо, что если существуют нульмерные материальные объекты, то существуют и чистые партикулярии. Вторая посылка. Необходимо, что чистые партикулярии не существуют. И вывод. Следовательно, необходимо, что не существует нульмерных материальных объектов. Согласно автору, этот аргумент имеет непосредственное отношение не только к антологии нульмерных объектов, но и к метафизике, экземплификации свойств, поскольку, в частности, вторая посылка идет в разрез с теорией чистых партикулярей. Кроме того, у отрицания нульмерных материальных объектов есть важное мереологическое следствие, которое касается соотношения между позицией, согласно которой признается существование протяженных неделимых объектов, вот этих extended symbols, и позицией, согласно которой признается существование бесконечно делимых материальных объектов, так называемых ганг, термин Льюиса. Ну и далее, прежде чем приступить к подробному разбору посылок представленного основного аргумента, автор рассматривает некоторые основные позиции, которые существуют в рамках метафизики, экземплификации свойств, то есть обрисовывает некий бэкграунд. Автор начинает с рассмотрения реалистских позиций. Так, любой реалист полагает, что материальные объекты экземплифицируют внутренние нереаляционные свойства. Автор выделяет четыре основные реалистские теории в соответствии с четырьмя возможными комбинациями двух пар альтернативных позиций. Это универсалии versus тропы и чистые партикулярии versus пучки, ну или бандлс. Значит, первая реалистская теория — теория универсалий. Универсалии — это повторяемые свойства партикулярии. Так, например, если имеются две рубашки одного цвета, например, синего, и если свойства являются универсалиями, то мы имеем дело с одной и той же, то есть единственной универсалией синевы в обоих случаях. Также различаются трансцендентные или платонические универсалии и имманентные или аристотелевские универсалии. Различие между ними заключается в том, что последние имманентные универсалии локализованы в пространстве времени. Вторая реалистская теория — это теория тропов. Тропы, в отличие от универсалий, являются специфическими, не повторяющимися свойствами. Вот так, в примере с рубашками мы будем иметь дело с двумя разными тропами, а именно синевой первой рубашки и синевой второй рубашки. Сходство между разными тропами, согласно стороннику теории тропов, обеспечивается принадлежностью тропов к одному классу подобий. Кроме того, тропы обычно считаются конкретными, то есть они локализованы в пространстве времени и могут вступать в пространственно-временные отношения. Автор подчеркивает, что очень важно различать тропы и инстанциации имманентных универсалей. И в этой связи автор проводит различия между двумя смыслами слова «инстанциация». В соответствии с первым смыслом слова «инстанциация», инстанциации имманентных универсалей – это просто материальные объекты, которые экземплифицируют универсалий. Этот смысл позволяет провести строгое различие между тропами и инстанциациями имманентных универсалей. Но автор не хочет использовать слово «инстанциация» в этом смысле, и автор предлагает использовать слово «инстанциация» во втором, так называемом, нейтральном смысле, в соответствии с которым можно провести различия между инстанциациями разных свойств одного и того же материального объекта. Например, различаться будут не только инстанциации синевой первой и второй рубашек, но различаться будут также инстанциации синевой первой рубашки и инстанциация мягкости той же самой первой рубашки. Причем автор исходит из того, что инстанциации, понимаемые во втором смысле, должны рассматриваться как фундаментальные, то есть существующие на дотеоретическом уровне. Использование слова «инстанциация» в нейтральном, то есть во втором смысле, как раз и приводит к опасности сведения воедино тропов и инстанциаций имманентных универсалей, но такое сведение имеет негативные последствия для позиции реализма имманентных универсалей, поэтому его следует избегать. Третья реалистская теория — это теория чистых партикулярий. Согласно теории чистых партикулярий, которую еще иногда называют теорией субстанции атрибутов или теорией субстрата, вот согласно теории чистых партикулярий, экземплификация свойства подразумевает наличие двух типов сущностей на фундаментальном уровне, а именно свойств, а также бескачественных или чистых партикулярий. В самом широком или общем смысле теория чистых партикулярий предполагает, что материальный объект А экземплифицирует свойства F тогда, когда между А и F имеет место особое примитивное отношение инстанциаций. В сущности, эта характеристика является аппроксимацией, как подчеркивает автор, потому что в конкретных концепциях чистых партикулярий довольно много разных тонкостей. Например, большинство сторонников теории чистых партикулярий полагают, что для большинства объектов, за исключением только фундаментальных объектов, для экземплификации требуется не одна, а множество чистых партикулярий. Кроме того, между сторонниками теории чистых партикулярий нет согласия относительно природы связи между чистыми партикуляриями и свойствами. То есть нет согласия, является ли эта связь именно экземплификацией или нет. Наконец, не все сторонники теории чистых партикулярий трактуют свойства как универсалии. Также существуют разные позиции относительно того, в каком смысле чистые партикулярии являются чистыми. Автор описывает две такие позиции. Первая позиция. Чистые партикулярии не являются характеризующими и не определяют свой собственный характер, если он вообще есть. Но, скорее всего, у них нет даже собственного характера. И именно в этом смысле они являются чистыми. Вторая позиция. Чистые партикулярии это то, что остается, когда мы мысленно абстрагируемся от свойств материального объекта. Далее, четвертая реалистская теория. Это теория пучков или bundle theory. Теория пучков, в отличие от теории чистых партикулярий, подразумевает, что для экземплификации свойств достаточно только одного типа фундаментальных сущностей, понимаемых либо в терминах универсалей, либо в терминах тропов. В этом смысле материальный объект А экземплифицирует свойства F, если существование объекта А производно либо от существования пучка универсалей, одной из которых является F, либо от пучка тропов, один из которых является элементом F. Пучки образуются посредством примитивного отношения сон и личи, компрезенс, которое связывает либо универсалей, либо тропу, но в зависимости от того, какой позиции мы придерживаемся. Среди исследователей есть разногласия относительно того, стоит ли считать объекты нумерически тождественными с такими пучками или нет. Автор предлагает принять нумерическую тождественность объектов и пучков из соображений простоты. Также автор отмечает, что в рамках теории пучков имманентных универсалей существует важная зависимость между существованием пучков имманентных универсалей и существованием инстанциаций имманентных универсалей. Зависимость такая. Если есть пучки, то есть и инстанциации. В общем, автор подчеркивает, что это положение имеет важное значение для основного аргумента. Далее коротко рассматриваются теории экземплификации свойств, которые не являются реалистскими. Среди них, во-первых, это так называемый страусиный номинализм Куайна, согласно которому подлежащая антология истинных пропозиций, образуемых предикациями вида А есть Ф, но где А — это некоторый материальный объект, включает в себя только этот материальный объект А, но не включает ни универсалий, ни тропа. Вторая нереалистская позиция — это номинализм сходства. Основной представитель здесь Родригес Пирейра. Третья теория, согласно номинализму сходства для произвольного объекта А, экземплифицировать Ф означает быть подобным определенному классу объектов. Третья теория — это антологический структурализм, но тут все понятно. Четвертая теория — это антологический нигилизм, согласно которому не существует индивидуальных объектов, наделенных свойствами, а существуют только локализованные свойства. На этом заканчивается обзор существующих теорий экземплификации свойств, и далее автор переходит к доказательству, к обоснованию посылок своего основного аргумента, представленного в начале статьи. Ну и в первую очередь автор предлагает обоснование первой посылки. Автор показывает, что существование нульмерных материальных объектов вовлечет за собой существование чистых партикулярей. Вот, собственно, этот аргумент. Значит, посылка 1.1. Необходимо, что если теория пучков, что-либо теория пучков, либо теория чистых партикулярей является корректной теорией экземплификации свойств материальных объектов. Посылка 1.2. Необходимо, что если теория пучков истинна, и если существуют нульмерные материальные объекты, то существуют и конкретные нульмерные инстанциации свойств. Посылка 1.3. Необходимо, что сторонник теории пучков не может согласиться, что существуют конкретные нульмерные инстанциации свойств. Вывод 1.4. Следовательно, необходимо, что либо теория пучков не верна, либо не существует нульмерных материальных объектов. Из посылок 1.1 и вывода 1.4 также следует вывод 1.5. Необходимо, что если существуют нульмерные материальные объекты, то существуют и чистые партикуляре. Далее автор последовательно обосновывает посылки 1.1, 1.2 и 1.3. Значит, согласно посылке 1.1 существование материальных объектов с необходимостью предполагает существование либо чистых партикулярей, либо пучков, которые в свою очередь состоят или из трансцендентных универсалей, или из имманентных универсалей, или из тропов. Основные позиции, которые противоположны посылке 1.1, это как раз перечисленные выше нереалистские позиции. Страусиный номинализм, номинализм сходства, антологический структурализм и антологический номинализм. Как отмечает автор, в литературе можно найти много довольно сильных аргументов против страусиного номинализма. А номинализм сходства, по мнению многих исследователей, предполагает принятие позиции льюисовского модального реализма, что нежелательно. Что касается структурализма и номинализма, то в рамках этих позиций, в принципе, отвергается существование любых индивидуальных объектов с внутренними свойствами. Следовательно, автоматически отвергается и существование нульмерных материальных объектов. Значит, на этом обоснование посылки 1.1 завершается. Чтобы оценить корректность посылки 1.2, автор последовательно разбирает три перечисленные, только что чуть выше, варианта конкретизации теории пучков. Первый вариант – пучки – это пучки трансцендентных универсалей. Второй вариант – пучки – это пучки иммунентных универсалей. И третий вариант – пучки – это пучки тропов. Вот первый вариант. Сразу же можно отбросить, потому что материальные объекты находятся в пространственно-временных отношениях, в то время как никакая возможная совокупность трансцендентных универсалей не может находиться в пространственно-временных отношениях, потому что трансцендентные универсалии не локализованы в пространстве времени. А второй и третий вариант в этом смысле не противоречат посылке 1.2, потому что как иммунентные универсалии, так и тропы находятся в пространственно-временных отношениях. Поэтому если бы существовали пучки нульмерных иммунентных универсалей, то существовали бы и конкретные нульмерные инстанциации иммунентных универсалей. То же самое и с тропами. Далее автор переходит к обоснованию посылки 1.3. Посылка 1.3 утверждает, что сторонник теории пучков не может признать существование конкретных нульмерных инстанциаций свойств, будь это тропы или инстанциации иммунентных универсалей. Эта посылка опирается на убеждение, что аккомистские склонности сторонника теории пучков, которые играют инструменталистскую роль в критике чистых партикулярий, не позволяют ему принять и конкретные нульмерные инстанциации свойств. Под аккомизмом подразумевается следующий тезис. Выбираю между двумя одинаково удачными теориями, одна из которых постулирует n типов сущностей, а вторая n-1 типов сущностей, мы должны предпочесть вторую теорию. Иными словами, по аналогии, выбираю между двумя во всем остальном одинаковыми теориями экземплификации, одна из которых постулирует существование и протяженных, и нульмерных конкретных инстанциаций свойств, а вторая постулирует существование только протяженных конкретных инстанциаций свойств, Сторонник теории пучков должен будет предпочесть вторую, то есть ту, в которой нет никаких нульмерных конкретных инстанциаций свойств. Ну и теперь остается только показать, что существует такая достаточно хорошая теория пучков, которая запрещает конкретные нульмерные инстанциации свойств. Для этого автор предлагает заменить нульмерные инстанциации свойств упорядоченными парами, в каждой из которых первый элемент – это пара из точки и мира, а второй элемент – совокупность протяженных инстанциаций свойств. Причем точки здесь необходимо понимать или как абстрактные идеализации протяженных конкретных областей или регионов, или просто как удобные вымышленные сущности. Но ни в коем случае не как конкретные сущности, потому что тогда они становятся неотличимыми от чистых их партикулярий, что нежелательно. Значит, вот в этой формуле F обозначает свойства, нульмерную инстанциацию, которого требуется заменить. P маленькая обозначает точку его, то есть свойства расположения в мире W, соответственно, W указывает на мир, а множество разных G-шек – это свойства, чьи протяженные инстанциации формируют второй элемент упорядоченной пары. Буквенные индексы здесь используются для различения инстанциаций свойств, а цифровые индексы – для качественного различения свойств. Вот G-шки – это те свойства, которые принимаются лучшей фундаментальной теорией, в которой F фигурирует в W как закономерно связанное с P отношением причинности, отмечает актер. То есть, чтобы описать теоретическую роль точечных инстанциаций свойств, достаточно информации о протяженных событиях в непосредственной близости от места расположения соответствующей точки. Таким образом, свойства, все инстанциации которого в данном мире являются нульмерными, можно интерпретировать как функцию от точек к протяженным инстанциациям свойств в этом мире. Тогда мнимые конкретные нульмерные инстанциации таких свойств будут заменены на части графиков таких функций. Если я правильно поняла, что здесь имеется в виду. Ну, то есть на множество упорядоченных пар указанного типа. И если такая замена корректна, то сторонник теории пучков должен будет предпочесть ее в соответствии с аккомистским тезисом, описанным выше. Далее рассматриваются некоторые возражения против предложенного обоснования посылки 1.3 и ответы на эти возражения. Значит, это возражение номер 1. Формулируется так. Некоторые сторонники теории пучков могут быть ярыми приверженцами нульмерных материальных объектов и нульмерных конкретных инстанциаций свойств. И тогда они откажутся принимать предложенную теорию пучков именно по той причине, что она запрещает такие объекты. Ответ на это возражение. Яры приверженец нульмерных материальных объектов и нульмерных конкретных инстанциаций свойств должен будет представить какое-то рациональное объяснение своей приверженности этим сущностям. То есть показать, что эти сущности являются либо теоретически предпочтительными, либо нередуцируемыми. Возражение номер 2. В этом возражении описывается причина признать конкретные нульмерные инстанциации свойств теоретически более предпочтительными, чем предложенные вышеупорядоченные пары. Так может существовать такой возможный мир, который содержит только один точечный конкретный объект с множеством свойств. То есть объект А, расположенный в точке П, обладающий свойствами F и G. Инстанциации F и G объекта А являются нульмерными. Однако предполагаемый подход упорядоченных пар в данном случае не позволяет описать или схватить описанный возможный мир и инстанциации свойств объекта А, поскольку этот подход требует обязательного обращения к протяженным сущностям, которых по условиям нет в рассматриваемом возможном мире. Таким образом, подход упорядоченных пар не позволяет различить инстанциации F и инстанциации G, то есть отличить их. И в соответствующей упорядоченной паре будет отсутствовать второй элемент. Ответ на это возражение. Во-первых, описываемый возможный мир не является метафизически возможным с точки зрения сторонника подхода упорядоченных пар. Но такой мир является концептуально возможным. Поэтому имеет смысл подробнее рассмотреть тот аспект возражения, который подразумевает, что подход упорядоченных пар не позволяет даже различить идеализированные абстрактные понятия инстанциации F и G в нульмерном мире. Этот аспект с точки зрения автора является заблуждением. Протяженные инстанциации свойств не строго обязательны для схватывания различий во внутреннем характере между идеализациями точечных свойств в терминах упорядоченных пар. Внутренний характер определяется принадлежностью к графику функции, которая идентифицируется с соответствующим свойством, в данном случае с F и G соответственно. Поэтому и F и G будет соответствовать одна и та же порядочная пара с отсутствующим вторым элементом. Возражение номер три. Почему бы не принять теорию, запрещающую протяженные инстанциации свойств и принимающую только нульмерные инстанциации свойств? Ведь такой подход был бы наиболее антологически экономичным. Ответ на это возражение. Несмотря на антологическую экономичность такой теории, теории ее главным и непримиримым недостатком является расхождение с дотеоретическими интуицией. Возражение номер четыре. Аргумент, на который ссылается посылка два основного аргумента, который будет представлен автором в следующем разделе. Сам по себе является свидетельством того, что стороннику теории пучков нет необходимости поддерживать максимум аккомиста. Можно просто сразу выступить непосредственно против теории чистых партикулярий. Если сторонник теории пучков может отрицать существование чистых партикулярий, не прибегая для этого к бритве обкома, тогда ему не нужно отдавать предпочтение подходу упорядоченных пар перед реализмом в отношении конкретных надмерных инстанциаций свойств, и аргумент в пользу посылки 1.3 тогда потеряет силу. И ответ на это возражение. Даже если это возражение последовательно, оно не влияет на основной аргумент. Кроме того, представляется, что заставить сторонника теории пучков отказаться от своих аккомистских аргументов против теории чистых партикулярий, чтобы оправдать существование нульмерных материальных объектов, это уже значительный результат сам по себе. И далее автор переходит к обоснованию второй посылки своего основного аргумента. Значит, аргумент в пользу посылки 2 опирается на тезис, что для того, чтобы партикулярия могла существовать, должно быть экземплифицировано хотя бы одно натуральное свойство. И автор полагает, что этот тезис противоречит теории чистых партикулярий. Вот и сам аргумент обоснования посылки 2. Значит, посылка 2.1. Необходимо, что если существуют чистые партикулярии, то они могли бы существовать, даже если бы ни одно натуральное свойство не было экземплифицировано. Посылка 2.2. Необходимо, что не существует партикулярий х такой, что х существует, несмотря на то, что ни одно натуральное свойство ею не экземплифицировано. Да, прошу прощения. И заключение, вывод 2.3. Необходимо, что чистых партикулярий не существует. Далее автор последовательно обосновывает посылки 2.1 и 2.2. Обоснование посылки 2.1 опирается на тезис Юма, что отдельные сущности независимы. Любой сторонник теории чистых партикулярий должен исходить из того, что чистые партикулярия относятся к фундаментальному антологическому типу. И принимая юманский тезис, мы должны признать, что сущности, относящиеся к одному фундаментальному типу, могут существовать независимо от любых сущностей, относящихся к любым другим фундаментальным или нефундаментальным типам. То есть чистая партикулярия может существовать без экземплификации каких-либо натуральных свойств. Один из возможных ответов на этот аргумент такой – отвергнуть представленную сильную формулировку юмовского тезиса. Вместо нее сторонник теории чистых партикулярий может принять более слабую формулировку. Такую, например. Даже если некоторая сущность К и Т, относящаяся к фундаментальному типу К, существует независимо от сущности G1, фундаментального типа G, который не равен фундаментальному типу К, каждая К и Т все равно зависит от существования того или иного G и Това. Или, говоря обычным языком, сторонник теории чистых партикулярий может утверждать, что хотя чистые партикулярии не обязательно должны быть связаны каким-то конкретным свойствам, чтобы существовать, они все же должны быть связаны с каким-то, с тем или иным свойством. Эту точку зрения, в частности, поддерживают исследователи Морланд и Пикаванс. Они ссылаются на максимум, согласно которой существовать для партикулярии означает экземплифицировать свойства. Так что теория чистых партикулярий в сочетании с этой максимой влечет за собой, что чистые партикулярии существуют только вместе с экземплифицированными свойствами. Но этот аргумент не является непреодолимым, согласно автору. Сторонник максимума не может признать одновременно и чистые партикулярии, и сильную версию юмовского тезиса. Точно так же сторонник сильной версии юмовского тезиса не может принять одновременно и максимум, и чистые партикулярии. Однако сторонник сильной версии юмовского тезиса может принять максимум. Поэтому Морланду и Пико Вансу нужны дополнительные аргументы для защиты теории чистых партикулярий от сильной версии юмовского тезиса. А именно им нужен какой-то независимый аргумент в пользу принятия чистых партикулярий в паре с Максимой и отказа от сильной версии юмовского тезиса. Однако, как отмечает автор, такого независимого аргумента нет. И это легче всего увидеть на примере. Так, например, продолговатый камень не может существовать независимо от того, чтобы быть привязанным к свойству иметь тот или иной размер, даже если этот размер не конкретизируется. Но эта невозможность связана с особенностями других свойств этого камня. Например, его свойство быть продолговатым и быть локализованным в пространстве. Действительно, ничто не может быть продолговатым и локализованным в пространстве, не имея при этом размера. И в случае же с чистыми партикуляриями подобной ситуации не возникает, потому что у чистой партикулярии не может быть такого свойства F, которое отвечало бы за необходимость экземплифицировать то или иное свойство G, неравное F. Таким образом, просто не существует никакого факта относительно чистой партикулярии, который бы фундировал необходимость связи между этой чистой партикулярией и неким произвольным свойством. И поскольку ничто больше не может фундировать такую необходимую связь между существованием чистой партикулярии и требованием, чтобы она экземплифицировала какое-то произвольное свойство G, то не остается никаких оснований возражать против того, что чистые партикулярии могут и не экземплифицировать вообще никакие свойства. Еще одна возможная стратегия отвергнуть посылку 2.1 может опираться на отказ рассматривать чистые партикулярии в качестве фундаментального антологического типа. Ну и действительно, сторонник теории чистых партикулярий в принципе может вслед за Армстронгом утверждать, что фундаментальными являются не чистые партикулярии, а, например, положение дел или факты, в то время как чистые партикулярии и имманентные универсалии это не более чем не мереологические конституенты или аспекты инстанциаций фундаментального типа, то есть положение дел. В таком случае можно принять юмовский тезис без необходимости принимать также существование чистых партикулярий, не экземплифицирующих натуральные свойства. К сожалению, как отмечает автор, это возражение сталкивается с дилеммой. А дилемма такая. Либо оно непоследовательно, либо оно в значительной мере принижает роль чистых партикулярий. Так что принимающую это возражение позицию едва ли можно считать допустимой формой теории чистых партикулярий. Первая альтернатива этой дилеммы, очевидно, опирается на отличное от юмовского понятие фундаментальности в контексте разговора про фундаментальные типы. Юмовское понятие фундаментальности тесно связано с понятием онтологической независимости, которое, в свою очередь, можно конкретизировать следующим образом. Некий произвольный х онтологически не зависит от некоего произвольного у, если только если х мог бы существовать при условии, что у не существовал бы. Однако положения дел не являются онтологически независимыми в том же смысле, потому что положения дел не могут существовать, если не существуют партикулярий и универсалей. Поэтому фундаментальное положение дел не противоречит онтологической независимости и, следовательно, фундаментальности в этом смысле чистых партикулярий. Далее автор рассматривает два независимых аргумента Армстронга против независимого существования чистых партикулярий. Первый аргумент, аргумент абстрагирования, утверждает, что чистые партикулярии не могут иметь независимое существование, потому что они не более чем продукт мысленного абстрагирования от совокупности положений дел, в которых они фигурируют. Однако автор полагает, что такая позиция влечет нежелательные следствия для концепции положений дел, которые иллюстрируются следующим примером. Возьмем мирологически простой мир W, содержащий ровно два пространственно совпадающих положения дел, а именно первое положение дел F экземплифицировано, второе положение дел G экземплифицировано. Какое же описание этого мира будет корректнее? Перед нами одна партикулярия X такая, что X экземплифицирует и F и G, или же перед нами две партикулярии X и Y, такие, что X, например, экземплифицирует F, а Y экземплифицирует G. В общем, автор полагает, что мы не можем выбрать ни одно из этих описаний до тех пор, пока предварительно не будет установлено, сколько именно в мире W существует индивидов, один или два. Иными словами, когда у нас есть описание мира W, в котором нет никаких фундаментальных антологических фактов о чистых партикуляриях, то у нас просто нет ресурсов для осуществления абстрагирования, которое описывается Армстронгом. При всем при этом, в соответствии с концепцией положения дел, мир W должен содержать сколько-то чистых партикулярий. И на этом основании автор делает вывод, что вот этого простого абстрагирования явно недостаточно. А второй аргумент Армстронга утверждает, что чистые партикулярии не могут быть антологически независимыми, потому что, будучи партикуляриями, они должны иметь какие-то общие свойства. Например, свойства быть объектом. Слабое место этого аргумента заключается в том, что он не затрагивает натуральные свойства. Ведь фундаментальные положения дел – это положения дел, которые подразумевают экземплификацию именно натуральных свойств, а не любых свойств вообще. А свойство быть объектом не является натуральным. И далее автор переходит к рассмотрению второй альтернативы дилеммы, которая, напомню, заключается в том, что концепция положений дел перестает быть вариантом теории чистых партикулярий. Эта альтернатива возникает из предположения, что чистые партикулярии не являются необходимыми для положений дел. Но это предположение противоречит концепции положений дел, потому что положения дел определяются в терминах партикулярий. Даже если принять это предположение и допустить, что чистые партикулярии не играют никакой фундаментальной антологической роли в концепции положений дел, и что положения дел вполне могут существовать без чистых партикулярий, то что в таком случае будут из себя представлять положения дел? Предположительно, положения дел в таком случае будут определяться только в терминах универсалий. Однако, если универсалии, будучи конституентами или аспектами положений дел, могут существовать независимо от чистых партикулярий, то почему же тогда чистые партикулярии не могут существовать независимо от универсалий, не экземплифицируя при этом никакие натуральные свойства? Ну, в общем-то, для этого нет никаких причин. И, наконец, последний возможный ответ на аргументацию в пользу посылки 2.1, который может выдвинуть сторонник чистых партикулярий, выглядит следующим образом. Посылка 2.1 корректна и последовательна, однако аналогичные рассуждения применимы и к теории пучков, что подставляет теорию пучков под прицел посылки 2.2 и вывода 2.3. Так, опираясь на тот же Юмовский тезис, сторонник теории пучков должен будет принять возможность или несвязанных универсалей, или несвязанных тропов. Однако этот аргумент, как подчеркивает автор, бьет мимо цели. В случае с универсалями аргумент в принципе неприменим, потому что несвязанные универсалии вообще не являются партикуляриями. А в случае же с тропами, хоть каждый из несвязанных тропов и является партикулярией, но он также обязательно является партикулярией, экземплифицирующей некоторое свойство. Но даже в самом крайнем случае сторонник теории пучков может возразить, что каждый троп образует пучок в тривиальном смысле самим собой или экземплифицирует сам себя. На этом завершаются полемиков в поддержку посылки 2.1 и автор переходит к обоснованию посылки 2.2. В пользу этой посылки он предлагает два аргумента. В соответствии с первым аргументом, чтобы нечто могло существовать, оно должно быть похожим на что-то и быть не похожим на что-то другое. То есть оно должно иметь какой-то характер. Чтобы нечто имело характер, оно должно экземплифицировать хотя бы одно натуральное свойство. Следовательно, чтобы нечто могло существовать, оно должно экземплифицировать хотя бы одно натуральное свойство. И, следовательно, если объект должен экземплифицировать какое-то натуральное свойство, этот объект не может существовать независимо от того, чтобы, по крайней мере, одно натуральное свойство было экземплифицировано. Возражение против этого аргумента предлагает Теодор Сайдер. В соответствии с этим возражением вводится различие между сильной и слабой версией требования иметь характер. Характер. Сильная версия требования иметь характер подразумевает необходимость экземплификации хотя бы одного натурального свойства. Слабая же версия ничего такого не подразумевает. И согласно Сайдеру, только слабая версия необходима для существования. Что значит иметь характер в слабом смысле? Если Х имеет характер в слабом смысле, то мы можем дать ответ на вопросы типа «На что похож Х?». В случае с чистыми партикуляриями мы можем ответить на эти вопросы отрицательно. То есть Х не похож на то-то и то-то. Экземплифицирует ли Х такое-то свойство? Нет, не экземплифицирует. Автор критикует это возражение. С точки зрения автора, такой подход лишает нас возможности отличить мир, в котором существует только одна чистая партикулярия Х, от мира, в котором вообще ничего не существует. Хотя, по идее, утверждение, что у Х есть характер, подразумевает, что мы должны быть способны провести четкое различие между Х и ничем. То есть между Х и ничем. То есть отрицательной информации об Х явно недостаточно для того, чтобы показать, что у Х есть характер. И, наконец, второй аргумент в пользу посылки 2.2. Выглядит он следующим образом. Для каждого мира существует некоторый набор натуральных свойств. Любой объект А в мире W, существующий свободно от любых экземплификаций натуральных свойств в мире W, был бы частью мира W, который не характеризуется натуральными свойствами. Однако, по определению, натуральные свойства характеризуют мир целиком. Поэтому существование такого объекта А противоречит утверждению, что в мире W есть натуральные свойства. Следовательно, такого объекта А быть не может. Ну, а возражения к этому аргументу не рассматриваются. Итак, вывод статьи. Если посылка 2.2 верна, то аргумент в пользу посылки 2 основного аргумента тоже верен. И из первой и второй посылок основного аргумента следует, что нульмерных материальных объектов не существует. Да, спасибо за внимание. Постараюсь ответить на ваши вопросы, если они у вас появятся. Большое спасибо, Вика. Я чувствовал, что мне не хватает учебника по антологии. Учебника по антологии, где бы подробно рассматривалась проблема универсалей в современной ее постановке. Такой учебник бы не помешал. Ну, и у меня возникают также вопросы о связи между этой теорией и, допустим, наукой. Ну, возьмем физику. Что мы можем с точки зрения автора сказать о материальных точках физики? Как бы вы ответили? Ну, что касается материальных точек физики, то я думаю, с ними проблем не должно возникать. Ну, то есть они же являются абстракциями, то есть искусственными сущностями. И физики это всегда подчеркивают. Но с другой стороны, и, по-моему, я вначале говорила об этом, предлагаемая автором интерпретация и его кризис о том, что нульмерных материальных объектов не существует, позволяет нам сделать вывод относительно вопроса о том, существуют ли бесконечно делимые сущности или таких сущностей не существует. Хорошо, спасибо. Все-таки в отношении материальных точек я не очень разобрался. Ну, даже если они являются абстракциями, можно ли размышлять, допустим, о пустоте понятия материальной точки или нельзя размышлять о пустоте понятия материальной точки? Затем я заметил на этот вопрос. Мне кажется, все сложности, может быть, возникают из-за того, что автор работает с понятием существования преимущественно через понятие свойства. А ведь можно, наверное, работать с существованием через понятие, допустим, не пустого класса. Или еще какие-то другие, альтернативные, через идею тождества и идентификации и так далее. Может быть, существует еще очень много возможностей решать те же самые проблемы, что ставятся и решаются автором. Ну, во всяком случае, очень интересно, и я затрудняюсь проследить всю аргументацию автора на предмет ее обоснованности. Спасибо, Вика. Можно мне задать вопрос на понимание? Вот, значит, насколько я понимаю, существуют или не существуют чистые партикулярии? Этот вопрос, ну, если мы не антологи, вообще говоря, а просто как-то в силу необходимости имеем дело с антологией, значит, для нас этот вопрос может быть важен в том смысле, как мы, например, понимаем квантификацию. И вообще, как мы понимаем, описание того мира, который мы хотим описать. То есть, либо если мы признаем чистые партикулярии, то мы квантифицируем по ним и приписываем им свойства просто. И все, да? Правильно это? Вот. Да, вопрос мой состоит в том, что если чистых партикулярий не существует, тогда как мы должны понимать квантификацию и как мы должны обращаться со свойствами? Вот. Ну, мне кажется, что в данном случае ведь на самом деле речь не идет о чистых партикуляриях самих по себе. Мы же можем квантифицировать только по таким партикуляриям, которые имеют какие-то свойства. То есть, мы осуществляем предикацию, и это обязательное условие. Или я неправильно понимаю? Ну, вроде бы так, да. То есть, получается, что признаем мы или не признаем чистые партикулярии, это несущественно, когда мы рассматриваем квантификацию. Думаю, что да. Это скорее такой странный метафизический объект, который возникает в результате разных теоретических манипуляций в рамках метафизики в частности. Как мне кажется, если мы берем какой-то обычный язык, допустим, первопорядковый, то там, в принципе, квантификация по партикуляриям невозможна. Мы же не можем сказать, что существует х, который является просто х, и все. Но мы должны обязательно какую-то предикацию осуществить. Нужно различать просто партикулярии и чистые партикулярии. Чистые партикулярии – это партикулярии, у которых нет никаких свойств. А простые партикулярии – это партикулярии, которые обладают какими-то свойствами. Да-да, я вот о чистых говорю. О чистых или которые голые партикулярии? Ну, дело в том, что если мы, например, рассматриваем какие-то проблемы, связанные с модальностью, то тогда чистые или нечистые у нас партикулярии – это может быть существенно в том плане, что мы можем проследить через возможные миры один и тот же объект и сказать, что вот, значит, мы у него, у этого объекта заменяем все свойства, вообще все, какими он обладает. Но, тем не менее, тождество объекта остается, потому что вот мы, значит, признаем чистые партикулярии и именно по ним прослеживаем. А если мы бы их не признавали, мы бы сказали, что все-таки какие-то свойства должны быть сущностные или какие, для того, чтобы мы могли этот объект отождествить через миры. Нет? Ну, у меня возникает вот такой вот вопрос. А как мы можем говорить о том, что несколько, например, чистых партикулярий имеет место? То есть мы должны же как-то их отличать друг от друга. А как мы можем это сделать, если у них никаких свойств нет? Просто нумерически. Ну, а что значит нумерически в данном случае? Ну, это хороший вопрос, я не знаю на него ответа. Ну, то есть вот иногда говорят о нумерическом в следующем смысле. Вот мы можем два свойства каких-то нумерически отождествить, если у них одинаковые объемы. Да, вот они количественно совпадают. Мы их на определённом уровне абстракции к ним относимся, как к одинаковым, как к равным. Вот это нумерическое тождество для них будет. Если у нас партикулярии, если мы говорим о каком-то... Как-то нумерически их можем сравнить, значит, они обладают какими-то количественными характеристиками. А если они обладают какими-то количественными характеристиками, значит, у них есть уже свойства. они не являются чистыми партикуляриями. Мне кажется, так. Ну, по крайней мере, формально мы можем уже у нас... Если у нас есть, например, теория множеств, которую мы применяем, тогда мы можем сказать, что... Значит, мы можем образовать множество из двух чистых партикулярей, из пары. И тогда одна из них будет иметь номер один в паре, а вторая номер два. И так мы их и будем различать. Но как это выглядит с точки зрения антологии, для меня, конечно, не вполне понятно. Да, ну, дело в том, что для того, чтобы их объединить вообще в пары и как-то различать в этом смысле, они уже должны друг от друга отличаться. Мы, конечно, можем сделать пару, состоящую даже из одного и того же. У нас будет просто то же самое А на первом месте пары и то же самое А на втором месте пары. Просто мы будем говорить, что есть первое, а есть второе. Но, не знаю, как бы это вряд ли нам сильно поможет как-то отличать чистые партикуляре друг от друга. И опять же повторю, что мне кажется, нам для того, чтобы создавать пары, нужно заранее уметь отличать партикуляре друг от друга, иначе мы даже пару не можем создать. Но вообще, если я правильно поняла позицию автора, он допускает различения чистых партикулярей с точки зрения их пространственно-временной локализации. То есть мы можем различать их, приписывая им какие-то реляционные свойства. Они же являются конкретными сущностями, то есть они расположены как-то в пространстве. Мы можем вот это их относительное взаиморасположение использовать для их отличения друг от друга в принципе. Но его аргументация сосредоточена именно на внутренних свойствах. Про реляционные свойства он ничего не говорит и не использует их в своей аргументации, поэтому я не знаю, правильно ли моё предположение или нет. Ну вот если у нас отношения используются, тогда действительно можно отличить две чистых партикулярии друг от друга. Вот. Но в духе там структуралистского подхода мы можем сказать, что есть какие-то принципы, которые вот создают эту структуру. Но тогда, в общем-то, без разницы, что места занимает в этой структуре, то ли это чистые партикулярии, то ли это любые другие какие угодно объекты. Тогда вообще без разницы совершенно. Вопрос-то в том, если мы воспринимем всерьёз аргументацию автора и скажем, что да, вот теперь мы убедились, что чистых партикулярий не существует, какие следствия это повлечёт для нашего понимания каких-то других вопросов. Вот, например, такого вопроса «Как отличить один электрон от другого электрона?» Вот, что касается электронов. Я читаю книжку автора по фамилии Лоу. У него был как раз связанный с электронами пример относительно вопроса тождества. Он утверждает, что электроны нельзя друг от друга отличить. Ну и чистые партикулярии нам здесь никак не помогут, потому что электроны не являются чистыми партикуляриями. Так а всё-таки отрицание чистых партикулярий, оно что, к эссенциализму нас как-то склоняет? Или к чему вообще? Как мы должны понимать мир в итоге всей этой аргументации? Тут вот ещё Оля задаёт вопрос. Можно ли связать чистые партикулярии и модусы? Ну нет, потому что чистые партикулярии, это вот в данной тройке, это субстанция. Не модусы, не атрибуты, именно субстанция. И если мы отрицаем чистые партикулярии, получается, в нашей антологии не может быть чистых субстанций, без атрибутов и модусов. А какие это может нести следствие для других частных вопросов или для наук? Можно подумать, я затрудняюсь сходу ответить на такой вопрос. А вот ещё можно как-то на пальцах пояснить, что такое пучки. Да, пучки — это пучки, ну то есть связанные друг с другом отношением со наличия или соприсутствия свойства. Где-то это у меня было здесь. Ну то есть объект в рамках теории пучков представляет собой просто набор связанных друг с другом с помощью пространственных отношений и свойств. Эти свойства могут пониматься либо в терминах универсалий, либо в терминах тропов. Понятно, да. Ну получается тогда, значит, если, к примеру, мы используем антологию пучков, тогда всякий раз, когда мы, например, при переходе из одного мира, из одного возможного мира в другой, меняем часть свойств, составляющих пучок, мы должны сказать, что у нас имеется другой объект. Так что ли? Ну, в общем, да, у нас для определения тождественности или различия объектов остаются только свойства, мы только на основании комплекта свойств, грубо говоря, можем различать или отождествлять объекты в разных мирах. Я думаю, получается так. Ну, это не очень хорошо, вообще-то. Может, вся проблема в категории свойства. Ну, если мы выражаем логически, вроде бы одноместный предикат. Но почему нам так необходимо работать с одноместными предикатами? Может быть, как-то иначе можно? Ну, какую-то задать, допустим, систему работы с н-местными предикатами, может быть, она будет не такой, что ли, детальной, как работа с одноместными предикатами, не знаю. тогда можно сказать, что свойства вообще не существуют. Существуют только отношения. Свойства это один из вариантов отношений к себе самому, что ли? Ну, может быть, да. Не знаю. наверно, это возможная позиция. Но в рамках данной статьи она не рассматривается, поэтому я не могу прокомментировать. Ну, и я еще раз скажу по поводу теории пучков и теории чистых партикулярей. Отрицание чистых партикулярей не обязывает нас отрицать партикулярии в принципе. То есть мы можем грубо говоря рассматривать партикулярии нечистые и оставлять их в нашей теории. И нам только нужно будет ввести определенное ограничение в эту теорию, а именно, что партикулярии, если они лишаются свойств, то они как бы перестают существовать. Ну, или что-то в этом роде. То есть мы просто должны только от чистых партикулярей отказаться, а не от партикулярей вообще. Вот, это очень похоже на эссенциализм. Или, по крайней мере, для того, чтобы это не было эссенциализмом, это надо каким-то специальным образом формулировать, то есть существуют ли какие-то особые свойства, лишаться которых партикулярии нельзя, или ей надо партикулярии, чтобы существовать, иметь какое угодно свойство, хотя бы одно, или что вообще надо. Вот мне в связи с этим вспоминается из семантики тема связанная с идентификацией объектов эпистемическими агентами. Там же тоже существует похожая дискуссия, поскольку эпистемические агенты имеют обыкновение все путать и зачастую два условно-реальных объекта считать за один или наоборот, то встает вопрос, что мы должны считать, то есть как мы должны идентифицировать с точки зрения теории объект, присутствующий, то есть объект, к которому эпистемический агент имеет какое-то отношение. И вот значит одна из аналогий, которая там используется, это аналогия с ну в общем с файлами. Ну если совсем просто, то это такая значит папочка, на которой мы надписываем какой-то идентификатор и считаем, что все, что у нас лежит в этой папочке, оно все относится к объекту к этому, который идентифицируется с помощью этого идентификатора. И в эту папочку мы можем положить любые в принципе свойства, убрать из нее эти свойства, положить другие, ну то есть как описания какие-то там Маша носит красный свитер, волосы у нее белые. Вот. На завтра она уже не носит красный свитер, волосы перекрасила, но все равно это Маша. И ну как бы пока у нас есть хоть один способ прослеживания того, как меняются ее свойства, она для нас остается той же самой нумерической, дождественной Машей. вот. Ну и вопрос, означает ли это, что Маша это просто папочка, даже пустая папочка будет Машей или нет? Ну и то есть мне кажется, что вот в антологии, если убрать эпистемического агента, в принципе все те же самые вопросы могут быть релевантны. Ну в принципе да, так и есть мне кажется. Единственное, что нам нужно будет решить, что это за идентификатор такой, который позволяет нам строго различать между пустыми папками в данном случае. Будем ли мы этот идентификатор рассматривать как реляционное свойство или это будет какое-то натуральное свойство, вот это спаст property, которое хотя бы одно обязательно должно вот по мнению автора быть партикулярии, чтобы она могла существовать. Оля спрашивает, но субстанция это абстракция, которую агенты постулируют, исходя из модусов и атрибутов, а как я поняла, партикулярии близки свойствам объектов или нет? Значит, чистые партикулярии это субстанции, да, они похожи на абстракции, а партикулярии, которые экземплифицируют какие-то свойства, это просто объекты, объекты со свойствами, индивидуальные объекты со свойствами, вот. То есть правильно ли я понимаю, что это означает, что если у нас нет чистых партикулярий, то это означает, что объектов без свойств тоже нет. Да, именно так. Здесь напрашивается возражение, если мы возьмем тот же электрон, нельзя сказать, что у электрона есть отдельные свойства, есть какой-то набор параметров, все-таки один электрон от другого можно отличить, наверное, физики это умеет делать, но скорее всего речь идет о целом ряде параметров, мы имеем какую-то многоместную функцию, которая работает, а одноместных функций не используется и не может быть использована никакая одноместная функция для идентификации электронов. Только какие-то какие-то отношения одноместных предикатов свойств не существует. В области микромира, по крайней мере. Ну, а, например, обладать каким-то зарядом это не подходит? Для идентификации наверное нет. ну, они наверное, по крайней мере, согласно тем теориям, которые у нас есть, они одинаковый заряд должны иметь. ну, ну да. А какие-нибудь энкины наверное помогают, мы можем все-таки наверное отличить один электрон от другого, иначе бы мы и не говорили об электронах, как о некоторой реальности. Но эта реальность не строится на основании свойств как одноместных притикатов. То есть антология в данном случае привязана к человеческому, слишком человеческому, не к макро-миру, не к микро-миру, а к так скажем обыденному миру. Это антология нашего обыденного мира, восприятие так скажем близких нам вещей и явлений. Ну, как бы здесь где-то очень глубоко зарыто человеческое слишком человеческое. ну, а куда без этого? А у меня есть еще вопрос на уточнение, вот там по поводу Extended Simple говорится, это что такое? Это протяженные, но далее неделимые объекты, что-то вроде атомов. ну, и получается, что если правильно ли я понял, что если мы считаем вот этот аргумент верным, то тогда у нас вот это вот ганг существует, да, который там Льюис, который описывает. Ну, то есть бесконечно делимые, нету какого-то предела для деления. Нет, этот аргумент, если он корректен, то там возникает такая ситуация с соотношением между гангом и Extended Simple. У нас как бы остается только два варианта, то есть мы должны либо признать, что существует ганг, либо мы должны признать, что существует Extended Simple. Хорошо, ясно. Мне кажется, все-таки есть определенное, ну, по крайней мере, у меня, у меня есть определенное непонимание и какая-то путаница. Получается, что партикулярия, которая имеет свойства, это объект обычный, да, со свойствами. Но ведь это будет свойство партикулярии или это все-таки свойство уже объекта? Вот, как-то мне бы хотелось различить объекты партикулярию. Ну, конечно же, объекты и партикулярии это немного разные вещи, поскольку у нас могут быть разные концепции объектов, например, объекты могут быть непартикулярными, ну, то есть, вот эти бандлс, пучки, объекты могут быть пучками, и там не будет никаких партикулярий, особенно, если это пучки имманентных универсалей. Вот. Ну, и партикулярии, они как бы не обладают свойствами, они экземплифицируют свойства, то есть, являются экземплярами или носителями свойств. Нет, экземплярами свойств. Ну, вот раз это экземпляры свойств, тогда получается, что объекты это как бы то, что состоит из экземпляров свойств. А тогда что такое свойство у вот этих экземпляров свойств? Что это такое, может быть? Ну, свойство может быть либо какой-то универсалий, которая имеет независимое существование, либо это может быть троп. А троп, если я тоже правильно понимаю статьи, он сам по себе является партикулярией, экземплифицирующей свойства с необходимостью. нет, я имею в виду вот следующее, вот у нас есть универсалия, есть её конкретная реализация в виде партикулярии, и мы согласны с этим аргументом, что чистых партикулярий не существует, тогда возникает вопрос, вот это вот партикулярия, которые перед нами, которые реализуют некоторую универсалью, это партикулярия какими свойствами обладает? ты имеешь в виду обладает ли эта партикулярия свойством, которое она экземплифицирует? Или ты имеешь в виду? Я в принципе интересуюсь, какими свойствами может обладать партикулярия в смысле реализации некоторой универсалии? Ну, видимо, она обладает тем свойством, которое она экземплифицирует, не знаю. Какой-то сложный вопрос. Надо подумать. То есть, вот у нас, например, есть некоторая универсалья, там, синева, она конкретно реализуется в каких-то партикуляриях. Это что будет? Синева какой-то конкретной рубашки, например, да? Это вот партикулярия тогда. Так что ли? Да. Вот. И тогда вот эта синева какой-то конкретной рубашки, она какими свойствами обладает? Она сама по себе синяя? Или она, не знаю, обладает свойством являться оттенком какого-то синего? или что? Мне кажется, это какая-то странная позиция. Свойство быть синим. Ты спрашиваешь, как будто бы может ли свойство быть синим быть синим? Да, да, вот именно что. Чистых партикулярс же нет, они-то какими-то свойствами должны обладать. Вот я спрашиваю, какими? Да, свойства синего конечно же не обладает синевой. А вот свойства и партикулярия и свойства и универсалия как ещё друг от дружки можно как-то отграничить? Свойства это партикулярия или это универсалия? Так вроде как можно и так и так рассматривать. Вот тропы это свойства, которые могут быть партикуляриями, а универсалии не могут быть партикуляриями по определению, потому что они универсалии. Соответственно, если мы берём свойства синевы, то у нас есть универсалия синевы и какие-то партикулярии, то есть конкретные синевы конкретных объектов, экземплифицированные в конкретных объектах. Если позволите, я предположу, что синева и синяя это разные вещи. То есть когда мы имеем синеву, не обязательно есть что-то синее. Ну, допустим, удар электричества вызывает синеву, но это не значит, что у нас есть синие объекты. Вот если мы принимаем универсалии, то у нас есть одна синева какая-то и множество синих объектов, которые являются инстанциациями или экземплификациями этой синевы. А если мы принимаем позицию тропов, то у нас нету синевы как таковой, у нас есть только синева этого объекта, синева второго объекта, синева третьего объекта и так далее. Это все три разные синевы, которые похожи друг на друга, потому что они принадлежат одному классу подобий. А что такое класс подобий, я пока не очень хорошо понимаю. Там большие проблемы с этим тропизмом, потому что если мы спрашиваем, как мы выделяем этот класс подобий, на основании чего мы говорим, что вот этот троп, который условно назовем синева вот этой рубашки и тот троп, который условно назовем синева той рубашки, являются троп, оба тропами синевы, тогда нам опять, то есть, тогда нам приходится вводить тропы второго уровня, потому что универсалии-то мы же не признаем, и говорить, что в первой синеве есть какая-то значит, какое-то, у первой синевы есть какое-то свойство и у второй синевы есть тоже какое-то свойство, которые тоже принадлежат какому-то одному классу, ну и в общем так до бесконечности, поэтому тропизм это какая-то нехорошая, судя по всему, позиция, которая не знаю, что может склонить к тому, чтобы ее значит, придерживаться, а вот насчет универсалей, значит, получается так, да, если у нас есть одна синева и множество ее экземплификаций в виде партикулярей синевы той, другой, третьей рубашки, то, значит, и да, и мы по этим партикуляре можем то есть вопрос в том, как мы в этом случае отличаем одну синеву от другой, то есть синеву одной рубашки от другой синевы, чтобы говорить, что это разные партикулярии, ведь если убрать внешние их свойства, то есть отношения первой синевы с первой рубашкой и второй синевы со второй рубашкой, то они окажутся совершенно одинаковыми. Мне пришел в голову мысленный эксперимент. Допустим, у нас есть синева, но мы можем предположить такой мир, в котором не существует при наличии синевы не существует ни одного синего объекта. Мы просто должны систематически исключить всякое преломление света, определенной частоты, и у нас не будет во Вселенной ни одного синего объекта, но синева у нас будет вызываться допустим электрическим воздействием на головной мозг. И ни одного синего объекта во всем универсуме. Если у нас нет синих объектов во всем универсуме, то как мы вообще сформировали понятие синевы, как чего-то присущего чему-то внешнему. То есть если у нас синева существует только как переживание, тогда у нас под этим понятием и было бы что-то вроде боли, например. Выход есть. Синева есть в каких-то возможных мирах, но она не существует в нашем реальном мире. Вернее, синие объекты есть в каких-то возможных мирах, но в нашем мире ни одного синего объекта. А как мы узнали о том, что они там существуют? Мы приближу верноскоп, чтобы смотреть на свои контрпарты в других возможных мирах. как мы дошли до такой реальности? Сложный вопрос, не знаю даже, что сказать. Ну как, должны же существовать все возможные миры, в том числе такие, где совершенно другие цвета, например. В нашем мире какого-то цвета нет, но есть какой-то возможный мир, где этот цвет точно имеется. Вот точно так же с синим. Ну что, мне кажется, у нас очень такое затягивающее обсуждение уже получилось. Может быть, стоит подумать еще по этому поводу и как-нибудь в следующий раз продолжить эту тему.